Долгожданный ремонт на улице Карбышева Дорожники начали с фрезерования изношенного дорожного полотна Очистили все от пыли и грязи Затем подрядчик приступил непосредственно к ремонту большими картами Проезжую часть рабочие обновили от борта до борта Заложен один сантиметр уравнившего слой и пять сантиметров второго слоя То есть в итоге получится шесть сантиметров асфальтобетонного покрытия Для ремонта улицы использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон Температура горячей смеси 165 градусов Перед ее укладкой разливается битумная эмульсия Эта технология хорошо зарекомендовала себя в предыдущие годы На участке задействовали более десятка спецмашин Работы по ремонту улицы Карбыш на участке от улицы Гагарин до улицы Марии Стерезе Выполняются с учетом замены бортового камня, ремонта тротуара и проезжей части Выполна замена бортового камня на проезжей части на тротуаре по 500 метров погонных Выполняются работы по устройству тротуара с ремонтом основания щебеночного Новый бортовой камень помогает справиться с проблемой водоотвода До ремонта вода в период осадков попадала на газоны Теперь будет уходить только в ливневку Ее ранее прочистили Обследование системы ливневой канализации на участке будет выполнено и после завершения ремонта Основные виды работ, как правило, идут в ночную смену Это позволяет более оперативно ремонтировать дорогу На время укладки асфальта улицу Карбышева полностью не перекрывали У автомобилистов была возможность передвигаться по свободной полосе, где укладка еще не велась Каждый день ездим. Здорово, здорово В 2020 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Только в результате ремонта большими картами приведут в порядок 42 участка в Самаре На одном объекте с работами уже полностью справились и охватили ремонтом еще шесть дорог В их числе и улица Фадеева, которую, как и Карбышева, приводят в порядок по проекту «Улица Победы» В 2020 году ООН – составляющая часть нацпроекта Все идет по графику За качеством работы организован постоянный контроль Мэриил Чан, Константин Головин, События